Ну хорошо, добрый день, уважаемая аудитория, не знаю, сколько человек на связи, но даже по переписке я вижу, что, как всегда, женщины более активны у нас, интересуются вопросами, которые мы будем сегодня затрагивать. Вы презентацию, я надеюсь, видите, и у нас сегодня на повестке дня половой развития детей и подростков, как, когда говорить про ЭТО. Кстати, вот вопрос про ЭТО. Очень часто мои коллеги увлекаются, говорят, как там с детьми говорят про секс, почему сразу целенаправленно называют все то, что происходит с ребенком, только секс. Это не совсем верно, вот будем разбираться, как подбирать слова, что говорить, чтобы, в общем-то, ребенок раньше времени не проявил к этому интереса. Ну и другая крайность, чтобы не был неучим в перспективе, потому что вот я медик по образованию, психиатр, сексолог, и у меня очень много клиентов, уже даже взрослых людей, которые иногда даже элементарных вещей о сравнении, собственно, не знают. Это такая нонсенс, но тем не менее, это вот есть. Здесь такая дарность. Поэтому вот всему свое время надо. Надо разбираться, надо знать психиатрические особенности взросления. И я вам кратенько сейчас их изложу. Но сначала мы с вами определимся. Пол это действительно не только... Пол человека подделяется не только набором генетического материала, да, но и то, как человек родившийся социализируется в области. То есть это биосоциальная особенность у человека. И биологическая основа сексуальности является пол. Да, то есть вот какой человек рождается, рождается мальчик, девочка, так, если совсем честно сказать, то родилось существо мужского и женского пола. А вот женщиной, девушкой, женщиной, юношей, мужчиной только предстоит стать, предстоит стать в перспективе в процессе социализации. Для того, чтобы более полно все это понятие разобраться, вот немножечко ниже, посмотрите, пожалуйста, на презентации. Ну так, условные виды развития, такие мы с вами сейчас на чем остановимся. Это половое, физическое, психосексуальное, психоэмоциональное и, как я вам уже говорила, социальное развитие. То есть социализация ребенка, это тоже очень-очень важный успех. И вот этапы развития. Понятно, что это схема. И возраста, вот красным, это выделенный возраст. Выделен возраст. А синий, ну, такое условное название. Это более новый этап развития. Вот посмотрите. Детский, подростковый, подростковый, юношеский. Потом этап переходный, зрелая сексуальность и, собственно, уведание, инволюция. Вот приблизительные такие сроки. Еще раз повторяю, уже третий раз повторяю, что это приблизительные сроки. Потому что действительно каждый ребенок, помимо каких-то общих закономерностей, все-таки индивидуально формируется. И речь идет о индивидуальном развитии. То есть мама, папа, близкие, родственники должны знать основы развития, а все-таки наблюдать за своим ребенком и видеть отличия его в развитии, может быть, от других деток. И просто знать возрастную норму. И тогда, собственно, у вас особых таких причин для беспокойства может не быть. Может не быть. Вот. Идем дальше. Идем дальше. И вот стадии... Как я читаю, смотрю, есть ли вопросы. Ага, хорошо, пока все нормально. В стадии полового созревания. Вот в желтом таком прямоугольнике красным выделено, как формируются девочки. То есть до этого девочки, мы это мальчики. И посмотрите, как, если, например, еще в подростковом возрасте, ребенок формируется, скажем так, под воздействием гипофиза, щитовидной залезы происходит развитие, то посмотрите, пожалуйста, в третьей стадии, да, когда начинается половое созревание, если перед, может быть, сейчас дети рано формируются, поэтому это может быть и с 8-9 лет начала. Ну, в среднем это вот с 10 лет, то есть второе десятилетие жизни. Тиль Эггер. Подростков, второе десятилетие жизни. Начинается активация половых желез. То есть у мальчиков начинают активироваться яички, у девочек – не все. Собственно, эти органы начинают выделять половые гормоны, эстрогены и тестостерон. И, собственно говоря, обратите внимание, опять-таки, по возрасту, вот с 11 лет приблизительно где-то начинает уже максимальная активность формироваться, выделение этих гормонов и окончательное формирование репродуктивной системы. Вот обратите внимание, какие сроки происходят. Если вы еще внимательно посмотрите на этот слайд, вы увидите, что девочки развиваются несколько раньше, что они опережают в физическом, половом развитии мальчиков. И это действительно видно в школе. Я иногда прихожу в школу, просят родители, просят педагоги, веритая школа, идите поговорите, чтобы совсем вокруг отбились. И даже приходя в пятый, седьмой класс, например, казалось бы, все в среднем возрасте, если нет такого расцвета сексуальности, но детенки, конечно, даже внешне выглядят более созревшими, более зрелыми, чем мальчишки. Потом, собственно говоря, мальчишки подтягиваются, выравниваются. И вот то, что тоже вам на заметку, то, что вы должны знать, даже знать и понимать, скорее так, этапы психосексуального развития, особенности межполовых отношений в разном возрасте. Это вот тоже такая волшебная схема, как я говорила по ней. Когда вот на нее смотришь и когда понимаешь, о чем здесь речь стоит, мы сейчас с этим будем разбираться. И тогда у многих ошибок воспитания, собственно говоря, вы можете избежать. Вот ребенок родился, ну и все до рождения, давайте эти два слова. Половая дифференцировка плода, ну то есть каким он будет, мужским или женским плодом, да, происходит на 7-14 неделе внутриутробного развития. Дальше уже потом развивается плод или женского, пола или мужского. Вот ребенок родился. Казалось бы, да? Он еще ничего не понимает, он еще такой крошечный, маленький совсем. И да, он не понимает, у него там совсем свои задачи другие, то есть ему на птице нужно молоко пить материнское, много других задач. Ну и по мере взросления ребенка, обратите внимание, полтора-три года, у него начинает формироваться и складываться такой определенный интерес к самому себе. С формированием мышечной границ, вот такой вот интерес. И поскольку у нас все-таки в природе два пола, мужской и женский, и мы действительно существенно отращаемся друг от друга, то поэтому вот это вот такая половая идентификация, то есть желание совершенно естественное понять признаки своего пола и отличие какового от противоположного, то есть как бы два пола и соответственный интерес. Поэтому этап так называется – полового самоосознания. Формирование полуролевого поведения, обратите внимание, вот следующий этап. Когда ребенку уже становится мало, скажем, понимать отличия, у него сфера интересов переходит на взаимодействие, особенности взаимодействия мужчин-женщина, юноши-дедушек. То есть тоже такого, какая половая роль, освоение половой роли. И дальше формируется половое влечение, но об этом немножко позже, это просто я вам пока схемочку показываю, вот она тут в целом виде, а сейчас мы еще будем разбирать отдельно каждый слайд. Вот, посмотрите, пожалуйста. Полтора, три, пять, семь лет, как я уже вам сказала, половая идентификация, так он называется по-научному, будем разбираться. Обратите внимание на картинки. Вот я собирала такие подобные картинки, мне достаточно много, то, что рисует детки на занятия, какой у них интерес к тому, что к отличиям половым, да, обратите внимание, вот девочка с папой идет, и что там она порисовала, да, не потому что там она, то есть разбрешена или как-то, что-то именно так, а потому что просто интересы, вот у нее этого нет, а папа это есть. И это, конечно, вызывает определенный, совершенно нормальный детский. Вот это матка, видите, вот это вот яичники, и она где-то же услышала, кто-то здесь что-то сказал, а может быть мама такая грамотная уже рассказала, что вот в яичнике есть поликулы, в которых созревает яичник, когда вырастешь, у тебя будут выделяться половые гормоны, и под воздействием половых гормонов каждый месяц будет выделяться, вот лопат с одним яичник, и будет выходить лициклетка. Это грибиотограф, а ты взрослый, и так далее, и так далее. То есть такая вот беседа вселенаправленная, учитывая интерес к ребенку, она очень даже соевременна. И как я уже вам сказала, задачи, задачи в этот период, подростковой, ну, не подростковой, если, конечно, детской такой период. То есть понять все отличия, которые существуют. И внешние отличия, и вот уже отличия, которые скрываются за одеждой. Поэтому если, уважаемые родители, если вы увидели, что у ребенка вдруг начинается такая страсть подглядывать, спрашивать, и сфиксация на вот гениталиях, в этом возрасте это совершенно нормально, это закономерно. И почему я уже вам это объяснила. Поэтому тут нужно не бегать, не стабильно, не прятаться, а просто объяснить или показать какие-то картинки. Сейчас в нашей стране, по крайней мере, я уже точно знаю, что есть такие книжки, где помимо всех органов строения вообще человеческого тела, есть также картинка, где нарисован мальчик и девочка. Порисовка гениталий, ну понятно, таких младенческих, но тем не менее, понятные отличия уже не видны. И куклы, куклы тоже, если у нас раньше куклы были бесполые, то теперь все-таки куклы на многих детских садах появляетесь в половой принадлежности. Тоже вы ни этого не пугаетесь. Вы поймите одно, что если мы табулируем, а раньше мы это делали, в советские времена, вот те смеются, секса не было, но так это действительно было так, мы ничего не говорили. Я выросла в советское время, интерес был, а он задавливался, и все было непонятно, куда я до сих пор удивляюсь, откуда мы что узнали. Ничего хорошего из этого утаивания не получается. И ребенок будет интересоваться, как я уже сказала, этими отличиями. И, собственно говоря, если кукол нет, если картинок нет, он будет подглядывать за домашними, за близкими, он будет в садике, допустим, там в процессе переодевания, если будет кто-то переодеваться, все равно будут смотреть друг за другом, ой, у тебя есть что-то там, да, у тебя письма такая, у тебя такая. То есть это нормально, это нормально. Нельзя табулировать, это такие же органы, как уши, как нос, как все остальное. Мало того, здесь еще есть такой нюанс. Когда, когда ребенка надо ему учить, и надо ли учить, и кто должен подмываться? Кто должен этим заниматься? Ну, соответственно, а как вы учите его чистить зубы, мутинчика, ручки, так с обедем, вы начинаете учить его подмываться. Мальчик обмывать головку, вымывать хорошо ее, крайнюю плоть, а девочек тоже правильно подмываться вы учите. Для чего это нужно? На самом деле, вы не будете до подросткового возраста и потом в подростковом возрасте это делать. А у ребенка сформируется уже навык, и он будет навык чистоты, чисто гениталий. Это тоже очень важно. И мало того, я вам скажу так, что вот при касании к половым органам формирует вот эти вот эрогенные зоны, которые потом пригодятся, ну, обязательно пригодятся в процессе уже взрослой сексуальности, реализации взрослой сексуальности, тогда будет желание заниматься сексом, близостью и получать оргазм. Если мальчики прикасаются к своему половому органу, к финишу, потому что они мочатся, они берут финиш в руки и они мочатся, да? То есть как бы мальчиков вроде разрешают прикасаться родители и не испытывают проблем, потому что вот так. У девочек, если она прикасается, сразу крики, вопли, ой, ужас, куда, не надо руки туда, или там просто там девочки, девочки не трогают свою писью, рука. И мамы, там бабушки, стыдливо убирают руки, если ребенок пытается опять же с телепознанием потрогать себя, у мамы шок, у бабушки шок, у всех шок, что она делает? А делает она, скорее всего, не подмыли, у нее какие-то дискомфортные ощущения в районе гениталии, она опустила ручку и что-то пытается сделать, чтобы убрать этот звук или какой-то дискомфорт. Поэтому гениталии должны содержаться в чистоте, еще раз говорю, и не охаем, не ахаем, не кричим, если девочка прикоснулась к гениталию. Когда она сама научится подмываться, то есть вот вам, пожалуйста, она будет уже вот эти якоря, будущие, триггеры оргазма, то есть запускатели оргазма, она будет формировать. Сама того не понимает. То есть, ну, тоже хорошо нам надо. Так. Значит, мы идем дальше. Я смотрю, так, вопросов нет, поэтому мы идем дальше. Вот, посмотрите, пожалуйста, к подростковому возрасту. К подростковому возрасту мы подобрались, 5-7 лет, 10-12. Какие задачи стоят в этом возрасте? Это освоение половой роли, социализация, и, как я уже говорила, это очень-очень огромная задача, потому что 5, все такое 7 лет, да, это ребенок готовится в школу, даже не готовится, он идет в школу, и все меньше и меньше времени начинает проводить с семьей, потому что семья, как ни крути, это была гавань, тихая заводь, где вот ребенок мог живя в любви, или же, вернет идеальный такой вариант, ребенок живет в любви, ребенок всегда может спрятаться, получить помощь от родителей и так далее. Школа, это уже совсем другой институт, и, как я уже сказала, с взрослением ребенок все меньше и меньше времени начинает проводить в семье, но это, с одной стороны, нормально, потому что им надо социализировать, им надо учиться, общаться с себе подобными в обществе, формировать такие собственные социальные границы, что можно, что не можно, что я хочу, я хочу, а если нельзя, то, значит, нельзя, ну и так далее, и так далее. И поэтому вообще в этом плане школа, как социальный институт, это хорошо, это хорошо, потому что вот просто семья, это, скажем так, некий такой колпак приятный, симпатичный, замечательный, и если под этим колпаком вырасти, то, конечно, потом у себя не будут большие проблемы наступят. и, скажем, вот здесь написано у меня гендерные роли, освоение гендерных ролей, что это такое, то есть это реализация половой роли в обществе, то есть как я, как девочка, как девушка, что мне, как я себя реализую, что мне можно, что не можно, ну то есть общество накладывает эти зеленые эфиранты на женщин, на девушек, и на юношей, на мужчин будущих, и поэтому я вот вам тут написала формируются гендерные стереотипы. Стереотипы это нечто такое, знаете, устоявшееся, такое вот нединамичное, что женщина должна быть такой. И, в принципе, да, вот какой. Просто сейчас подумайте, вы меня слушаете так внимательно, что если вы пока не задаете вопросов, и вот какой должна женщина быть? Продолжите этот ряд. Я пока так замру, да, на какое-то время. И таким должен быть юноша-муссида. И сейчас попробую вам помочь и сказать какие-нибудь более распространенные стереотипы относительно реализации половой воли. Женщина, девушка должна удачной выйти зам, она должна родить ребенка, она в семье должна быть деньгиней, она должна хорошо готовить, ну и там дальше продолжить. Мужчина, мальчик, юноша, он должен быть сильным, он должен быть защитником, он должен содержать семью, быть главой семьи, он должен приносить деньги, зарабатывать деньги, ну и так далее. да, то есть ряд продолжить. Сейчас в современном инфрасте все так говорят, что нужно выходить за рамки этих вот стереотипов, и каждая личность уникальна, независимо от пола. И поэтому каждая личность, вот особенности воспитания современного, так заключается в том, чтобы дать возможность каждой личности реализовать себя полно, как можно более полно использовать вот все возможные ресурсы и есть в количестве. Поэтому девочка вполне может быть физиком, например, бизнесменшем, да, там, любые другие профессии доступны, если есть к этому желанию. В нашей стране, например, вот уже больше 300 мужчин получили больничный лист по уходу за ребенком. То есть раньше, если, например, взять несколько десятилетий назад, его засмеяли, мужчин безусмелили, сказали, боже, что это такое, как это, ты не можешь сказать, ты сидишь с ребенком, ты еще баба, то есть сейчас сознание меняется, меняется историю, и мне очень приятно об этом говорить, радостно в какой-то степени, что мы тоже движемся, движемся к стандартам всемирным, где каждый человек может реализовать себя в обществе. Без акцента на половую премьеренность. вот, это то, что касается вот такого переходного периода и подросткового, начала подросткового возраста, 10-12, как я вам уже говорила. Вот, да, я смотрю, да, спасибо, вы мне тут подсказываете, добрая, женщина должна быть доброй, ласковой, нежной, воспитанной, ухоженной, и тоже доброй, да, вот, если эти коллеги написали. Да, я согласна, соответственно, мужчина должен быть такой меруагрессивный, сильный, уверенный в себе, там, добытчиком, да, и можно, можно много-много продолжать. А что, мужчина не может быть лезвым? И вот, целеустремленный, да, то есть мужчина, а женщина может быть целеустремленный, да, то есть эти качества и характеристики, они не присущи полу, а не просто присущи человеку. Кому-то присущи в большей степени одни качества, а кому-то в большей степени другие. Поэтому ухоженные, добрые, а может быть ухоженные, добрые, да, это вот как раз хорошо, спасибо, что вы подхватываете, это действительно так. Вот мы подошли с вами к подростковому возрасту, 10-12, 16-24, не удивляйтесь, почему такой разбег, сразу же бегу вперед, потому что этот этап, и вы еще называете этапом формирования полового лечения, так вот, у юношей формируется к усорческому, дети показывают, где-то все-таки в 16 лет чаще, а у девушек в 24 сексуальный компонент, то есть желание близости, не просто даже желание, а удовольствие, удовлетворение и эргастические разрядки возможны у большинства девушек после 24 лет. Ну, мы по-разному в этом плане созреваем. Провольное созревание и формирование влечения отличается существенно у юношей и девушек. И смотрите, в этом возрасте я вам выписала так называемую реакцию компенсации, формирование влечения, как я сказала, и в 16-24 наши дети, подростки, юноши, девушки приходят уже к генетальной сексуальности. Это тоже буду прояснять. Что такое реакция компенсации? Я думаю, что многие из вас уже знают эти реакции, то есть группирование со сверстниками действительно начинают игнорировать может быть маму и папу. Некоторые родители мне прям звонят и говорят, что же творится еще вчера такие были послушные и домашние, а сегодня уже вот уходят, молчат, не говорят, с кем общаются, а мне же надо знать, не бояться, естественно, с кем дети проводят время. Но, вы знаете, эти реакции компенсаторные. Ребенок должен вот побыть среди себе подобных с детьми, с подростками у которых схожие проблемы, проблемы взросления называют, а для того, чтобы потом дальше уже вот этот социум такой непредсказуемый, такой трудный, такой вот разноплановый, чтобы в этом социуме как-то найти свое место. И поэтому вот этот переходный такой способ социализации группирования со сверстниками. Реакции эмансипации отрыва от семьи или сепарации психологи называют отрыв от семьи тоже родители любых. Это очень огорчает, но когда они слышат, что это естественный процесс, ага, отрыв от семьи это нормально. И этот процесс по идее состоялся от шестнадцати по семнадцати годам. Личность практически уже должна быть созревшая, четко понимать куда она идет, должна быть профориентирована, должна уже иметь какие-то свои ценности сложенные. Шестнадцать по семнадцати с вас напоминаю возраст. И соответственно как может личность, если ее родители задавливаются им оторитетом и своим сценарием, как может личность понять что он хочет. Поэтому родители, пожалуйста, сразу Вам хочу сказать, что начинайте потихоньку с подросткового возраста отпускать, отпускать, вот что называется я сейчас даже покажу. Когда Вы натягиваете возраст, вот такой гиперопека, да, начинайте потихоньку отпускать, отпускать возраста, отпускать, отпускать, и потом Я с Вами по-прежнему, да, видите ли, то есть невербально Вы им показываете, Мы по-прежнему тебя любим, мы с тобой, но мы ты прикрываем, а ты смотришь во взрослую жизнь. Это очень важно. Дать возможность ребенку научиться самостоятельно. Конечно, будете корректироваться. Если у вас, ну здесь только есть такой нюанс, у вас должна вот эта дружеская связь не переживаться. Если у вас ребенок застанет за тем, что вы, например, что-то пообещали и не сделали, что вы копаетесь с его телефона, что вы за глаза ему говорите одно, а на самом деле его контролируете и ковыряете с его вещах, проверяете его, он замкнется и доверие к вам упадет. И потом очень просто сложно будет его устраивать. Я уже сказала, что я консультируюсь на взрослых людей, молодежь после 19 взрослых людей, и у них очень большие претензии к родителям, очень-очень много недоразумений было в детстве. Они об этом не всегда охотно говорят, но хочу сразу сказать, уважаемые родители, на самом деле идеальных родителей нет. Все мы делаем ошибки, я перед вами тоже мать, двое детей, я не могу сказать, что я там идеально воспитывалась, я делала мать. Это, конечно, глупость, мне кажется. Идеальная, мы только можем стремиться к идеалу, но все мы делаем ошибки, потому что родительские роли мы тоже осваиваем. У кого первый ребенок сейчас, то есть получается первый раз мама, и эта роль для вас первая, новая, так же, как и для вашего супруга. Поэтому ничего нормального, идите вперед, читайте, посещайте вебинары, общайтесь с такими же мамами, и занимайтесь процессом воспитания, который, в общем-то, он беспривыден, непривыден. И если ребенок видит, что вы искренне с ним разговариваете, что вы ему даете какой-то люфт, такой вот свободе, он будет с вами делиться, у вас это взаимодействие будет сохраняться, и тогда вы сможете, в общем-то, что-то контролировать, но не напрягая подростка, вашего любимого. Как я уже сказала, облечение немножко позже, в детальной сексуальности сейчас, да, и еще я не сказала про такую реакцию, компенсации, как хобби, увлечение, реакция увлечения. Это тоже очень важный момент, потому что дает возможность ребенку, может быть, более широко посмотреть на свои возможности. Часто хобби может стать профессией, нервы этой второй профессии, и эти знания, которые получены от коллекционирования каких-то, каких-то еще интересных увлечений, они могут приводиться в личной жизни, в профессиональной деятельности, то есть это только обогащает личность. Ой, какие-то увлечения различные, хотя, ну, понятно, что лишь не где-то в увлечениях, там, например, коллеги, там, это не увлечение, это уже зависимое поведение, которое может привести к болезни. И вот теперь давайте посмотрим слайд, который посвящен формированию полового увлечения. Здесь и половое увлечение. И, как вы видите, половое увлечение тоже происходит, формируется в три этапа. Латонический этап, эротический и сексуальный. И, как я вам уже сказала, разница есть у формирования, окончания формирования у мальчика, у девочек, 16, я сказала вам, у больших мальчиков, 24, у девочек. И понятно, что такое, там, платонические мальчика и фантазии, желание общаться, дружить с лицом противоположным полом, ну, и со своими, с лицом своего пола тоже, понятно, делает дружба. Очень приезжает, очень интересует, но мы здесь такой акцент делаем, что вот умение дружить, увлажить дружбу, это тоже очень важный навык. И для чего? Для чего этот навык формируется? А ведь в последующем, когда уже ребенок, ну, уже не ребенок, уже взрослый человек, создает пары, находит пару, вот это вот умение дружить поможет в паре общаться, разговаривать, разделять ответственность, то есть коммуницировать, общаться, как я вам сказал. Поэтому очень многие родители, я просто с этим сталкивалась, ну, поддержите меня, или, может быть, что-то вы спросите, они выбирают, потому что выбирают ребенку других, говорят, что вот, это не очень хороший друг, какой-то у него такая семья непонятная, и на таком низком социальном уровне находится, то есть, вот, мне не хотелось, что ребенок мой дружил. Ну, некоторые родители просто устраивают своему ребенку такие вот выволочки, говорят, что нет, мы запрещаем себя дружить. Ну, вы же понимаете, действие раздает противоречие. То есть, там, где запрет, там всегда есть интерес у ребенка. То есть, они здесь запрещают, а ребенок фиксируется на этом и будет делать назло и будет скрываться. То есть, это не та тактика, которая позволит вам сохранить такое эффективное общение с вашим любимым. Поэтому, может быть, просто, если он совсем категорично, он связался не с тем, с кем вы хотели бы, и вы видите, то, действительно, там есть нюансы определенные, негативные. Можно разговаривать, разговаривать, рассказывать, спрашивать, чем они занимаются с этим ребятом. И, вы знаете, даже иногда ваши вопросы, они могут заставить задуматься ребенка, с кем ли он дружит. То есть, не напрямую вы отчитываете за то, что вы какой-то плохой человек, а просто вашими вопросами, обсуждениями, примерами в жизни. Ну, и, может быть, так, как ненавязчивый начинать и управлять его в любых словах. Дальше, дальше, присоединяется, и желание, как мы говорим, если мы говорим о платоническом компоненте влечения, это желание и общение, общаться с друг с другом. И, собственно, носят из себя такой эротической окраской, просто подростки вместе проводят время, куда-то ходят, играют вместе, в спинок ходят. Ну, имеется в виду, вы где-то могут компьютерные вместе играть, вместе могут уроки делать, ну и так далее. То есть, вот такая вот группа. Дальше, присоединяется компонент эротический, или его, что называют, романтический, когда уже есть, вот, что называется, какая-то искра, симпатия друг с другом. Все вчера, это была просто девушка, как мне один юноша говорит, а даже вчера, там, на каникулах, где-то куда-то ездил, а ты шел 1 сентября, ее увидел и просто, говорит, обомлел. Красавица, ты смеется. Хотя, до этого просто, ну, девочка-девочка, мы давно дружились, все было более-менее нормально. И вот это вот умение проявлять симпатию, ходиться, взявшись за ручки. И, знаете, вот вы увидите иногда, там, ваша дочь или ваш сын, сидит в обнимку и держится за руку. Не надо сразу пугаться. Все родители боятся, ой, как бы только полового акта не было. И как мне потом дети, я вот, все-таки иногда встречаюсь с детьми, провожу такие небольшие встречи с небольшим количеством подростков, чтобы, как бы, очень хорошо обратную связь совершать. Не могу на все вопросы, что-то ответить. И они многие заводятся на родителей, вот, сейчас внимание, как родители часто свою дочь воспитывают. То есть, не рассказав вообще о том, о чем вот я сейчас с вами поделилась, про процессе взросления, о гормонах, там, о многом-многом другом, сразу в лоб. Так, смотри, не забеременеет. Смотри, потому что аборт это и начинается пугание, как-то, при чем тут беременность, при чем тут аборт. Если вы вообще ни о чем еще не поговорили, сразу в лоб. Дети просто сидят, не рассказывают, какая-то, пришла девочка одна, говорит, я пришла, они там где-то гуляли, и у нее, она как-то не очень хорошо или упала, или там за что-то заделась щекой, и у нее такой небольшой синячок. Она зашла домой, девочке 13 с половиной лет. Она зашла домой, и на нее набросилась мама с бабушкой, что вот, ты занималась сексом сразу. Ну, зачем свои страхи, бабушка, мама свои страхи сразу на девочку? Зачем тут садись? Девочка гуляла, девочка... Хотя, конечно, вы можете сказать, они же тоже и врут, и сочиняют, но подождите. Мы с вами договорились. То есть, у вас есть контакт с ребенком, который строится на уважении. Значит, доверяйте. Если вы не верите, ребенку так он не будет верить вам. Значит, у них этот сценарий усваивает, что никому верить невозможно, нельзя. Надо всех там ловить на горячем, что называется. Ну, тогда, тогда, я не думаю, что это будет эффективным успехом. То есть, верьте своим детям. Уважайте своих детей. И вот этот эротический этап, я уже сказала, его если называть романтический, когда вот эти фантазии с невидими, эротизированные возникают. Это тоже нормально. Дети часто могут, и те, кто симпатизирует друг друга, ребята просто с целью интереса, но это может не очень-то в нашем представлении правило, но тем не менее, они это делают. Они пытаются научиться целоваться, призематься, прикасаться друг к другу. Ну, собственно говоря, вы не будете целый день за ним ходить, за ребенком, и смотреть и ненужных особей от него отбрасывать, да, кто там не прикоснулся, кому он сам прикоснулся. Поэтому, опять-таки, рассказывайте, объясняйте, что это тоже, в общем-то, нормальный процесс, но, конечно, здорово, когда ты влюбился или влюбилась, и ты общаешься, и ваши отношения развляются постепенно, постепенно, а не так, как учат кино. Встретились? Смотрите молодежные сериалы, подростковые сериалы, встретились, и сразу все у них там завязалось. И секс тоже случился. То есть это, конечно, неправильный сценарий, быстрый такой, но он навязывается, следствием массовой информации, и все это. Подростки в этом живут. Они, мало того, не в виртуальной реальности сидят, больше, чем мы с вами, поэтому это тоже не есть хорошо. И в этом возрасте и мастурбация носит характер такой заместительный, характер с целью самопознания, познания рядки тела. И очень часто бывает и с целью разрядки, не только половой разрядки, а если, например, такой климат с семьей тяжелый, все эти эмоциональные, а ребенок напряжен, ребенок находится в стрессе, тоже может привлекать мастурбацию, с целью сбросить где-то психоэмоциональное напряжение. Ну и дальше, это уже обычно чаще сексуальный компонент, как я сказала, у мальчишек, уже к школе, к окончании школы, сформирован, то есть желание непосредственно к сексуальной длительности. Белетенок, это происходит несколько позже. Ну и, видимо, потому что все-таки вот девушка в половой акт вносит и радость от половой близости вносит очень много романтики. И для нее очень важно быть влюбленным в партнером, доверять им, не стесняться своих вот реакций, не стесняться обнаженного тела и много-много и другого. Поэтому девушки находят обувированности, особенно для девочек вот этих сексуальных реакций. Конечно, для нее дольше процесс длится, то есть дольше, дольше, дольше формируются сексуальные компоненты. Так, читаю вопрос. Пожалуйста, если можно, больше примеров, как говорить, как корректно объяснять подросткам, так как отрицательных примеров масса, а бутылочных очень мало. Ну, объяснять, объяснять, я примеры привожу, но тут может быть конкретно по всему. сейчас хорошо, давайте мы здесь полуспитания и пройдемся потом. Если у меня темы есть, приготовленные, я тогда по ним пройдусь и расскажу и все конкретно, как говорить. и вот, скажем так, как я уже сказала, влечение формируется поэтапно и формируется его направленность тоже не сразу, направленность на конкретно уже объект противоположного пола, то есть это будет считаться нормой, да, то есть если это девушка, то у нее должно сформироваться направленность на мальчиков, ну и соответственно, уменьшение оборота. Ну и собственно говоря, вот мы дальше коснулись, я уже говорила о воспитании, что это процесс непрерывный, что это процесс постоянный и мало того, мало говорить, даже просто объяснять, это, пожалуй, даже не самое важное. Важнее вот это вот невербальное, ваше участие в жизни ребенка, потому что вот давайте задумайтесь, что значит нормальное воспитание, правильное воспитание, вот так. То есть вы даже собственно выделить, назвать как-то я не знаю, я вот вам вы нашла, как называется, там есть модели полового воспитания, например, там демократическая пункция в золотой середине, но вы можете сейчас пофантазировать и понять, что это, что это такое, да, то есть, но правильное воспитание, в моем понимании, это когда мы исходим из развития каждого конкретного ребенка, даже если, например, у вас вот тройня, и каждому конкретному ребенку, может быть, вы будете свои конкретные подходы, потому что какие-то мирные деятельности, познавательные процессы, осваивают дети по-разному, да, и поэтому вот как бы, даже если, еще раз говорю, двойня, тройня, пять детей родилось одновременно, вы каждому будете находить свои слова и свой подход. Ведь, вот представьте себе, например, вы хотите примеры, да, вот, допустим, есть ребенок, который очень хорошо, например, даже уже 8 лет, он очень хорошо представляет себе отличия женщин, он один раз услышал и прямо запомнил, и он уже приходит, ему недостаточно этой информации, он у вас конкретно в блог спрашивает, ну хорошо, я знаю, что у папы есть вот такое письмо, у мамы вот такое, у мамы нет такого, а есть другое, а хорошо, а как же это дети получают? И вы в шоке. А шокироваться от всего? Дети получаются, когда мама с папой любят друг друга, вот мы любим друг друга, и мы поцеловались, наши клетки соединились, наши тела соединились, то есть говорить все близко, ни в коем случае ничего не придумывать, да, там, капусти, аист, вот, говорить очень близко в действительности, может быть, сразу там открытым текстом, что вот он вел половой член, во влагалище, понятно, вы так не скажете 5-летнему ребенку, там или 7-летнему ребенку, наши тела соединяются, клеточки половые у нас такие есть, которые обмениваются информацией, и так дальше, и так дальше, то есть ребенок больше считывает не то, что вы говорите, а как вы говорите, если вы не можете найти слово, если вы покраснели, побледнели, приезжались к стенке, уже падаете почти от переживаний, и не можете выговорить ни одного слова, вот это считывается и начинает пониматься, ага, что-то здесь не то, что-то здесь не то, и это, наверное, или плохо, или стыдно, понимаете, и начинает вот это все, то, что касается гениталии, полового развития, обрастает таким чувством стыда, что это что-то такое за гранью, понимаете, вот вы должны быть свободны, спокойны, произнося те или иные слова, есть у нас книжки, они продаются, например, там разговор про это, Лидберта Розмова про Э, она на украинском называется, на русском языке, открытый разговор, откровенный, извините, откровенный разговор про ЭТО, откровенный разговор про ЭТО, и очень простыми словами все описано, рассказано, в России тоже эти книжки есть, в Украине, в России все это есть, так, 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 пожалуйста, обратная связь, правильное воспитание, ну да, обратное, правильное воспитание, я не поняла вопроса, правильное воспитание, нет типов правильного воспитания, а с позиции, целесообразность для каждого конкретного ребенка, вот это будет правильно, как, не менее важно, чем 100, я согласна, Наталья, что как, как мы это говорим, не менее важно, а, ну вот, вот да, то есть вы, да, вы все поставили, сразу увидели, да, потому что некоторые, вот, знаете, буквально, читают, потом, произносят, речь, репетируют речь, а потом приходят к ребенку, говорят, садись, я тебе буду рассказывать, то есть родители больше переживают, чем дети, ну, потому что, собственно говоря, вот эта табулированность, даже таких слов, связанных с взрослением, она передается из поколения в поколение, что студентам неудобно говорить об этом, а я вам скажу, что учитесь уже прямо с детства произносить, не просто там, и силом как-то, но это как-то тоже звучит очень правильно, пенис, вагина, или половой член, влагалище, то есть вот сами перед зеркалом произнесите пару раз, снизится уровень тревожности, и любой те это говорит, спокойно, нормально, половые губы, половые органы, как уши, вы произносите уши, нос, также половые органы, у девочек они такие, у мальчиков такие, что здесь страшного, и всего, если все-таки страх есть, если вы чувствуете, что тревога есть, как я уже сказала, очень хорошее упражнение, встали перед зеркалом, проговорили, увидели свое лицо, и когда увидели уже на лице улыбку, поняли, что фу, попустила уже тревогой улыбку, что и требуется так сказать. Так, принципы полового воспитания, поищите себя, поищите, согласуется ли ваша концепция воспитания с тем, что предлагаем мы профессионалы, профессиональные сексологи, да, то есть поэтапность, вот поэтапность откуда это взялось, это вот то, что я вам рассказывала, показывала вам по-английски, этапы формирования сексуальности, или психосексуального развития, и тогда какой интерес. Я вам, я просто еще раз повторю, полтора, три, пять, семь, интерес к различиям, и в частности, пенис как то, отличие, что есть у мальчика, вы не это делаете, поэтому они будут спрашивать, они будут подглядывать, это все я вам сказала. Правдивость, видите, я выделила отдельно, да, правдивость, говорить, все как есть, и такой капусты. Индивидуальность тоже рассказала, и учили вне, ну, по сути, я все сказала, если будут вопросы, поэтому не все. И вот, и теперь вот мы доходим по, потому что вы еще спрашивали, что говорить, что происходит со мной, с моим телом. Разобрали? Разобрали. Да, еще такой момент, если у вас же дети разные, разных возрастов, поэтому если, например, полтора-три года, то есть, то есть, другим, тут есть такой нюанс, вот эту информацию можно давать, то есть, чем меньше ребенок, тем просто меньше вы будете говорить, допустим, про изменения, про тело, очень скрапливать просто вообще в общую систему воспитания. И чем старше ребенок, тем больше, более детально вы будете рассказывать, опять же, с учетом их вопросов. То есть, они могут задавать вопросы, а вы не обучаете. Вот этого делать категорически нельзя. Ну, вы можете меня спросить, подождите, а сейчас такие дети, что они могут стесняться задать уже вопрос, да, или они могут просто, ну, вот не задать, потому что им уже кто-то сказал, что студент такие вопросы ставит. Да, возможно. Поэтому, зная эту табличку замечательную про психосексуальное развитие, вы можете уже предположить, что вот в 3, полтора, 3, 5, 7 лет у ребенка все равно этот интерес однозначно будет и рассказывать, как ребенок развивался, с том, у мамы в животике, что он рождается, все-все-все-все-все эти вещи обязательно нужно. И потом, как развитие происходит, я вам о том уже говорила. Как тело развивается, подменим половых гормонов, растут руки, ноги, и растут половые органы, также произносите прямо вот без всяких пауз. Руки, ноги, половые органы тоже растут. Все-все-все вот это объясняется. Дальше взаимоотношения. Дружба, симпатия, любовь, сексуальность. К вам может прийти трехлетний сын или дочь и скажет, мама, я влюбился. И он переживает это чувство там по-своему, естественно, но тем не менее. И вы расскажете, что да, люди влюбляются, люди, вот будешь старше, ты найдешь там девочку, в которую ты любишь и будешь с ней, а ну если эта девочка она тоже вырастет, и вы будете пару, как вот мы с папой там или мы с мамой создали, и так далее. То есть это нормально. Нормально об этом говорить, нормально об этом рассказывать детям. и семисексуально тоже. А что это плохая фраза? Замечательная фраза. Семисексуально. И мы в процессе взросления опять-таки мы будем влюбляться, мы будем находить друг друга, мы будем создавать пары. Кому это родители рассказывали про сексуальность, про развитие? Какие родители об этом рассказывают свои дети? Они так стыдливо все родители говорят, ну, родители сейчас такие, они это в интернете могут посмотреть, они будем разговаривать. А вы родители задумайтесь, они разговаривают. Откуда уже эта информация? Со средств массовой информации, телевизоров, сериалов, с интернета? Поэтому конечно лучше, чтобы это не услышали от вас. Мало того, уважаемые родители, есть такой нюанс, я вам рассказала, что дети исчитывать информацию с вашего общения международного. Поэтому если вы будете говорить о взаимоотношениях, о дружбе, о симпатии, о любви, о сексуальности, а сами при этом в семье своей, друг к другу, не прикасаться, не поцелу, не целоваться, я не говорю что там прям совсем целоваться очень открыто, откровенно, а вот эти прикосновения, что мама обняла папу, или папа обнял маму, что папа с мамой притронулись руками друг к другу, что они обнялись, то есть если этого у вас нет в семье, то собственно говоря и ребенок этого не увидит, но сценарий этого может не быть, обниматься, то есть многие дети взрослевшие уже не говорят, когда я прошу, а вспомните, вот как родители себя вели, как они говорили вам, что они вам говорили о взрослении, это, знаете, у меня такое ощущение, что мои родители эти асексуальны, они никогда не прикасались друг к другу, не смотрели в глаза друг к другу, то есть многие родители стесняются это делать, и говорят, ну зачем мы будем вводить аншердинный соблазн ребенка и не поцелуями, уважаемые родители, это не правда, я еще раз говорю, я даже не говорю о том, чтобы там сексом заниматься от ребенка, и целоваться очень открыто, откровенно, но вот эти вот элементы взаимодействия двух взрослых, любящих людей очень даже правильно показывать, вы живете, вы живете в семье, ребенок видит вашу любовь, вашу привязанность друг к другу, это очень интересный взрослый ребенок. Ну и по мере возрастения понятно, что мы говорим о резкохране половой жизни, вот обратите внимание, помните, я приводил этот пример, что мама сразу начала говорить девочке о резкох, не рассказав перед этим о вообще всех процессах взросления, ну это действительно неправильно, поэтому ребенок замкнулся, она ничего не рассказывает маме, вот, а если уже это потом будет уже ложиться на ту пульсу, которую вы взрехлили, то есть ребенок уже от вас услышал и о своем строении, об особенности взросления, об особенности взаимоотношения между половыми, и тут риски половой жизни ранней, то зачем, мы все, вы взрослете, вы придете к половой жизни, как все приходят, не торопитесь, не торопитесь, и потому, что может быть, и рассказали, что может быть. инфекция предыдущая половым путем, вот ИПП, это сокращение, ВИЧ-инфекция, непланированная беременность, это может быть какие-то очень-таки душевные переживания, травмы, зачем это вам, о здоровье, репродуктивном здоровье, о семье, о будущем родительстве, о том, что нужно планировать в семье, о том, что нужно планировать детей, вот, эти все темы, они по принципу сниженного укола постепенно, постепенно наслаиваются, наслаиваются друг на друга, ребенок от вас начинает понимать о себе намного больше, чем это все, конечно, в такой обстановке ведрожелательное происходит. Вот я вам хочу поделиться, хочу поделиться программой, которую в нашей стране разработали специалисты Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины при поддержке Фонда народной населения. Я тоже к этому приложила свою руку и сердце. Вот мы написали эту программу, она называется «Взросление здоровья», и учили по этой программе такая модульная система, разработанная в виде тренинга. Мы учили по ней школьных психологов, педагогов, учителей биологии, и они потом на протяжении, она рассчитана на старших подростков с 14-15 до окончания школы, и ПТУ, и СУМО, первые два курса института, вот такая категория подростков молодых людей. И мы уже обученные нами специалисты в школе, потому что они же больше время проводят с детьми, они в течение полугода или года вот по этой программе общались, проводили такие тренинги с детьми. Тренинг – это интерактивная форма предоставления информации. Сейчас покажу вам. А, не покажу, потому что, видимо, я... Ну, в общем, не важно, потому что я так понимаю, что у нас тут с разных стран есть. Если будет вопрос по программе, это по-другому. Вот, то есть, я вот эту картинку, последний такой слайд, который я приготовила для вас, для меня он очень значен. Обратите внимание, казалось бы, цветы достаточно красивые, зеленые, но они пробились через камни. Вот, у меня такая аналогия сложилась за годы работы в дружной клинике для молодежи, украинских, оказанием помощи подросткам, молодым людям, ну, и взрослым, взрослым, как я уже говорила, в каком контексте, который спрашивает про своих детей. У меня вот сложился такой образ, что взрослещий человек вот продирается, пробивается, великая сила жизни пробиться через эти камни и стать вот такими красивыми, как эти цветы. Поэтому в наших с вами силах, я уверена, сделать так, чтобы вот наши дети были такими замечательными, тянулись к солнышку, ну, это метафора, да, к солнышку, а наши детки тянулись к знанию, к самопознанию, к саморазвитию. И мы можем вполне это обеспечить. Хотя, вот знаете, у меня такой принцип, я не придерживаюсь свято, этого принципа, в себе должна быть любовь. И любовь, она может подсказать вот интуитивно, когда ребенку уже пора, и в какой глубине информацию нужно давать. Любовь, она вот способна эту интуитивную развитию у родителей. Но те, кто, например, любит, но из-за страха, из-за страха собственных, все-таки боится, боится раньше времени что-то сказать, еще раз говорю, родители, друзья, калибр, вот не надо бояться. Перед вами волшебная табличка была, еще раз напоминаю, этап полового самоосознания, полтора, три, пять, семь, давайте вместе вспомним, да, значит, какая информация ребенку в этом возрасте нужна. Внешние признаки, внешние признаки, отличия одного пола от другого, строение тела, строение гениталии в том числе, в чем отличие. Немножко позже, откуда я взялся, взялся, оказывается, не в капусте, а от любви мамы с папой. Дальше этап полуровневого поведения, когда, как я сказала, уже пять, семь, десять, двенадцать, когда мальчики с мальчиками, девочки с девочками, ой, пожалуй, да, надо вот, тут еще такой пример привести, попросили. А девочки играют в девчачьи игры больше, да, дочки матери, там, мальчишки в войнушку, но, в принципе, в идеале было бы хорошо, если бы они вместе, они вместе играют, то есть, это вот социальные такие игры, в которых участвуют уже мальчики и девочки и осваивают половые роли. Папа пошел там куда-то, поехал на работу, мама его ждет, готовит, потом они встречаются, разговаривают, и так далее, и появляются детки. Ну, вот такие вот социальные игры позволяют ребенку выработать свой секс-то сценарий жизни. Да, и какие темы, вот о взаимоотношениях, мне кажется, что я подробнее рассказала о взаимоотношениях. И следующий этап, вспоминайте, пожалуйста, это 10-12, 16-24, когда дети уже, собственно, не играют, не играют, а они начинают в реальной жизни, не играются, они начинают встречаться, и кто-то скрывает свои такие встречи, кто-то, не потеряв с родителями контакта, рассказывает, и тогда у родителей больше возможности маневрировать, да, разговаривать, держать руку на пульсе, что называют. И поэтому, вот, в этом возрасте, уважаемые родители, рассказываем абсолютно все. Абсолютно все. То, что касается мастурбации, это частый вопрос родителей, а вот если ребенок спрашивает, или я, например, застала свою дочь или своего сына, ну, матери врываются в комнату с дочерем, и вот я застала ее, она была красной, она типа делала под подушкой, под под одеялом, вот она мастурбацией занималась, я ее отругала, и так далее. Понимаем, да, что мы не ругаем, мне, во-первых, нечего врываться от взрослеющей дочери в комнату, а во-вторых, мастурбация, как я вам уже говорила, носит компенсационный характер в этом возрасте, и с целью познания своего тела, она очень даже нужна. Другое дело, что вы можете сказать, что да, ну, тебе было приятно, ты это сделала, там, или сделал, но, если ты съешь одну конфету, это хорошо, если ты съешь 10 конфет, то тебе будет все плохо, будет тошнота. то есть все должно быть в меру. Прямо так и говорите. И это не будет какое-то зануривание, фиксация, потому что коллеги, коллеги, друзья, родители, а по данным исследований, в принципе, мальчик мастурбации практически 98% мальчиков и больше 67% девочек, поэтому о чем мы говорим. Это раньше в 19-м веке пугали мастурбацией, то есть сейчас это как бы главное, чтобы не фиксировался на подросток, на это. А есть еще способы переключить внимание, какие-то кружки, занятия различные. У детей, у здоровых детей очень много, очень много. И если им никуда деваться, начинал с этой энергией что-то делать, да, мы тебя самым хотели. Вот. Это то, что касается вкратце, что касается вкратце, вот особенностей телесексуального развития и всех тем на каждом этапе. Ну вот, а я думаю, что как-то я смотрю, уважаемые родители, у вас вопросов нет. По крайней мере, вот то, что тут минимум, которое я вам хотела рассказать, я рассказала. Я не вижу больше вопросов. Я надеюсь, что эта информация, которая сегодня прозвучала от меня, она вам была полезна. Поэтому держайте, не бойтесь, будьте уверены в своих детях. Это очень важно. Спасибо большое. Спасибо за вашу обратную связь, мне это тоже очень важно. Хотелось бы, конечно, ваши глаза видеть, но тем не менее, сразу то, что вы пишете, спасибо большое. Вот, видите, хорошо. Я очень рада обратной связи. Надеюсь, может, мы когда-нибудь еще встретимся. Так что, готовьте вопросы. Спасибо. Всего вам самого-самого замечательного, потому что растущий ребенок это всегда здорово. Всегда очень интересно, всегда что-то новое. То есть, пусть ваши страхи уйдут все в землю, в эти камни, вот, а останется на поверхности только солнышко и радость от того, что ваш детеныш задает такие трудные вопросы. Это классно. Ага. Где можно познакомиться с программой? А мы не можем дать телефон. Даем? Мы, собственно, мы. Ну, я могу вам свой телефон дать, а адрес, а имейл как-то можно? Да. А как его можно? Можно? Можно. Мы вам можем выслать потом мой имейл, и я, собственно говоря, вам ответил более уже так целенаправленно эти вопросы. И, а что, а помогите? Я сейчас вот пишу вам имейл. Тут английский стоит, да? Давайте английский. Сейчас вот я пишу вам. английский. И потом это, да? Так, это вот мой и это мои координаты. То есть, мой телефон. надо назовуть 38. вот, держите, пожалуйста, держите. Потому что, собственно говоря, мы эту программу, под нее разработаны были модули, книги, две книги. Одна в клиентовом формате, а одна тема для педагогов. И тема, касающаяся полового созревания, тема, касающаяся рисков начала половой жизни, тема, касающаяся семьи, ответственного родительства, планирования семьи, касающаяся рисков ранней половой жизни и интерес половой функцион, ведь беременность. Ну, то есть, это начитка, как бы, традиционная такая, но мы их выдаем, эти книги, только когда проходят специалисты пятидневный тренинг. И потом мы его выдаем. Ну, короче, подробности, если вам интересно, я вам расскажу и сведу, с кем надо в сухоу. Хорошо. Всем тогда до свидания. Всего добра вам. до свидания. Продолжение следует...